здравствуйте уважаемые любители шахмат сегодня на женском матче на первенство мира который проходил в шанхае и продолжится в владивостоке выходной день выходными окажутся и два следующих дня поскольку необходимо участницам судьям но и я думаю техническому персоналу матча переехать из шанхая во владивосток это не так уж далеко но и не совсем близко все-таки около 2000 километров а всеобщее внимание привлечено в эти дни к супер турниру вейконзе поначалу во всяком случае в первом туре ничего слишком любопытного интересного захватывающего на этом супер турнире не происходило но мало по малу игра становится все более интересной и любопытной но не буду забегать вперед и намекать на то как закончились те или иные партии могу лишь сказать что молодые участники турнира играют очень любопытно они придумывают какие-то новинки в дебюте они удивляют соперников чем-то неожиданным но я думаю что большинству зрителей большинство шахматных болельщиков интересно наблюдать что происходит в и конце и в эти дни во всяком случае сегодня было очень интересно и так начнем с партии чемпиона мира а начнем мы с нее по вполне понятным причинам потому что ты чемпион мира это чемпион это не кто-нибудь и коль скоро у чемпиона не складываются по тем или иным причинам не складывается игра он не может удовлетворить запросы весьма высокие своих норвежских болельщиков может быть и не только норвежских то уже это является своего рода сенсацией пусть и полу негативной и вот после двух ничьих сегодня магнус карсон имела белой фигуры и его соперником был джеффри шонг американский игросмейстер китайского происхождения и все конечно ожидали что поскольку все таки магнус заметно превосходит его американца по своему рейтингу ли нам и так далее то уж белыми тот пытается выиграть и вот давайте посмотрим что из этой попытки у магнуса получилось он сделал ход d2 d4 магнус вообще играет с двух рук и можно сказать даже с трех или четырех и c4 играет и конь f3 то в основном конечно е4 d4 c4 и вот c4 теперь уже на втором ходу е6 конь f3 d5 конь c3 и черные играют c7 c5 предлагая сопернику помериться силами в улучшенной защите тараша конь gd5 не еды ну магнус поднимает вроде бы брошенную перчатку е4 размен на c3 удар удар черные пользуются возможность дать шаг и разменять слонов и это немножко облегчает их защита может и заметно облегчает поскольку реальные атаки у белых теперь атаку труднее белым развить и зачастую все сводится к другим немножко видом противостояния а не тому что белые пытаются дать мат черному королю так вот рокировка и здесь вот магнус вместо хода слон c4 который считается самым таким жестким самым любопытным самым принципиальным кстати он уже встречался матче за женскую шахматную корону именно слон c4 но слон d3 слон d3 играет магнус карсон что от не совсем не стой убедительно считается потому что белый пи и крылья и конь c6 очень очень даже неплохо теперь атакована пешка d5 разумеется безумных безумных вот после удара удара черные не берут на d5 за слон битаж 7 отдают шах ладью с е8 и нарушают полностью взаимодействие белых фигур а с другой стороны ракировать белые не могут поскольку после конь d4 черные просто заберут центральную ключевую пешку приходится отступать слоном и вот теперь можно сыграть b6 что рекомендуют и компьютеры и справочники говорят все еще но все хорошо так как белые отвели слона на поле c2 и это не очень им выгодно будут ли они играть смогут ли они скорее всего не смогут играть на мат с помощью ферзь d3 это бабушка не то что надвое сказала а просто вряд ли это получится а слон c2 уязвимая фигура он ушел с более удачной позиции d3 и так далее но джафри шонг играет ферзь е7 что тоже неплохо хотя конечно чем-то он оправдывает идею макнуса короткая рокировка ладья d8 теперь если бы белые считали что они уже упустили дебютные преимущества и вообще не о чем говорить на выигрыш играть они не могут они сделали дурацких вот слон d3 затем слон c2 вынужден были отступить то может быть другой шахматист бы сыграл d5 стремясь к ничьи после конь b4 ладья е1 начинается это осложнение хотя понимаете но еще сказать что здесь вот так уж хорошо у белых после слона е6 начинается кстати осложнение то есть слон подставляется под удар но этим черные обеспечивают выигрыш пешки d5 после конь d4 правда ну у белых компенсация неплохая вот такого рода вариантов то есть бить на е6 слишком рьяно не выгодно бить конем нельзя потому что подвесен ферзь бить ладьей потом слоном также нельзя поскольку после 6 подвесен белый ферзь поэтому нужно увести ферзя с тем чтобы затем ударить на е6 ну и в общем у белых неплохо у черных тоже относительный порядок например сыграть конь d5 наверное будет произведен размен вот такой затем размен на е6 я делаю ходы как-то так полуавтоматически но и эшпиль ничейные конечно же ладейный конечно же ничей но это безусловно не то что может устроить белых вот такое выхалащивание борьбы магнус играет ферзь е3 следует b7 b6 и черные очень так комфортно развиваются поскольку опять же повторюсь прислание на c2 при том что белые расставились вот так вот не искренне будучи вынуждены защищать центр свой под ослабленный хотя бы временно вот при такой остановке белым трудно рассчитывать на атаку и все начинает решаться то есть основные события начинаются и с этим развиваться на ферзи фланги по линиям dc что вообще концептуально философски скажем так на руку черном поскольку это тот участок доски где они должны играть а белые должны пытаться атаковать фланг соперника и нейтрализовать какие-то вот такие попытки наскочить на себя на белых на ферзи фланги теперь владица 8 h4 все-таки магнус пытается что-то такое проявить азартная игра я уж не знаю как там оценил джеффри шонг магнуса карсона чемпиона мира такого авторитета круче которого в современных шахматах нет и быть не может но не исключено возможно что силу так сказать присущего американским шахматистом пусть даже китайского происхождения менталитету он считал ну вот я играю данном случае черными но и должен пытаться обыграть соперника кем бы он ни был h4 ход азартный ну хорошие нехорошие сказать трудно может он не хуже других но здесь уже белые не сильнейшая сторона то есть вряд ли они могут играть на преимущество конь а5 с идеей кунь c4 сон d3 h7 h6 профилактика на случай и на движении пешки аж и прыжков на g5 белых фигур и после же 4 еще одного резкого хода который логически так сказать продолжает дополняет ход h2 h4 следует конь c6 черные отступают говоря что теперь мы будем посматривать на ваш центр судя по всему белые должны были сыграть солнце 4 и здесь вот после солнца 4 выставляя слона на оптимальную для него позицию все-таки они оставались как бы сильнейшей стороной они как бы оправдали на движение пеших же h но кроме того понимать когда магнус карсон чемпион мира сам магнус делает такие ходы то на них смотришь как-то по-другому чем если бы какой-нибудь любитель или там шахматист средней руки сыграл бы вот так он думаешь что ж такое как он ослабляет не понимает элементарных вещей на магнус все понимает понимает уровень риска понимает что сыграв так он берет на себя повышенную ответственность с другой стороны ради чего ради того чтобы все тебе пытаться и поднапугать соперника и реально развить атаку может быть если повезет на черного края конь опять на слон c4 можно было бы сыграть и на салоне 2 то есть после салоне 2 белый слон уходит на устойчивую позицию и продолжается вот такая вот маневренная борьба конечно атаки на черного края сразу нет но все-таки и белый не сильно ослабились а потом сыграны слон b1 слон стоит здесь вроде бы логично то есть он остается на важной диагонали и белые говорят что они делают ставку на атаку на черного короля но потенциала для такой атаки маловато если черные не ошибаются и вот может быть лучшим ходу для черного как ни странно код слона 6 берущий по контроль поле d3 что ферзь d3 было невозможно сыграть и белом трудно было бы после этого как-то так вот исхитрится чтобы действительно начать сильную атаку психологически может быть отход трудновато сделать там скажем е5 вот белые сыграют с идеей сыграть ферзь е4 вот я сейчас смотрю даже электроны друзья даже не пересмотрели свою оценку и говорят что может быть слона 6 не столь хорошо а вот ферзь d7 более такой осмотрительный черные не хотят белом беспроблемно захватить занять ферзьем одной из полей на этой диагонали и скажем в случае е5 возможен хоть бы четыре ход вообще конечно хоть бы четыре ход правильный я думаю что ферзь d7 сделаны вот сделанный шонгом просто оптимален у черных видимо лучше позиции просто белые должны были наверное сыграть же 5 вопрос сложный вопрос философский скажем так опять же черные могут игнорировать хотя как сказать ученых есть идея е5 черные могут взять на же 5 и 5 интересный ход вот скажем что было бы после 5 могут сыграть аж 5 наконец испугавшись вскрытие игры позиция динамической равновесии позиция сложная но магнус решил отступить к радио отвести его на h2 до конца идею я не понял то есть на самом деле король став на h2 конечно уходит уводит себя от шахов по первому ряду которые могут иногда оказаться выгодными важными для черных но подставляется под шахи по диагонали конечно пока это не актуально так у белых есть полезный для них е4 е5 и белые конечно хотят сейчас играть пройдя же один при случае и поддержать наступление по линии g на черного короля так немножко припугивает соперника ну ферзь d6 шах и 5 преждевременно теперь можно было сыграть король g2 и может быть это было получше здесь а магнус отступил назад даже один и последовало коня 5 хотя можно было и кони 7 то есть ощущение такое что магнус играет с огнем и можно получить так доиграться до худшей позиции кони опять и вместо ладья бюкс 8 хода который сохранял примерное равенство в позиции может быть все таки она примерно равная может чуточку лучше у черных но было сыграно слоун d3 и это полу зимок может быть или полу просчет какой-то я мне трудно поверить что магнус не считал со сломой взятия на c1 с последующим ходом конь c6 после чемпиашку d4 нормально защитить невозможно она теряется и белые должны отдавая эту пешку уже не мечтая никакой атаки на краевском фланге бежать на ничью со всех ног что могу сказать делает делать умеет как и почти все в шахматах делает великолепно но без пешки за какую-то правда компенсацию белых владений линице не всегда удается спастись ну вот магнус начинает уже игру на спасение он продолжает слон b5 он вынужден отдать пешку которую никак удержать было невозможно висит еще пешка на е4 но у белых после f3 появляется идея связанная с ходом ладья c7 a6 включениях правильные совершенно идти владейник после ладья c7 черным очень опасно потому что получается эншпиль 4 на 4 и проходная с фланга потому что пешку а все равно белом не удержать а кроме того белый король будет в уязвимом положении находиться черная ладья встанет на второй ряд то есть это очень опасно играть ладья c7 там есть еще кстати как я понимаю дарсон бетти 4 просто а вот это си сонов один поэтому теперь ладья до 7 прикрываясь защищаясь от торжения c7 a4 и вот черные должны были сыграть f6 или сейчас это хороший ход ход еще чем хороший он сразу подчеркивает показывает как черные хотят перестроиться и что они не хотят не допустить ход е4 и 5 стороны белых или после короля 8 е5 пока играть нельзя подвисает пешка на f3 а вот после короля в 2 и 6 уже было необходимый ход сделать и было бы ученых заметно лучше и неплохие шансы на победу но некоторые шансы на победу опять же не будем забывать что белыми играет карсон но последовало король е7 ход выпускающий очень значительную часть преимущества поскольку белые атакуют пешку стоящую на поле b6 ладья c6 ход е5 вот такой вот штыковой удар пешку отдавать мягко говоря не хочется стоящий на б6 поэтому ладья c6 и белые были должны сыграть g5 зафиксировать фланг и наверное после этого они достаточно четко достаточно жестко делали ничью в этой худшей для себя позиции потому что структура изменилась к их выгоде но последовало салон d3 ну и вот здесь уже после g5 правильного хода со стороны черных и h5 стал невозможным ход f4 и невозможным ход g4 g5 для белых то есть f4 как раз вот возможен в той или иной редакции и что важно вот если бы черный сыграли здесь опять вот ход вроде бы странный то есть мы тем самым говорим что мы слабо и пешка b6 слабость наша зафиксирована ну пешка стоит по черному и целом ряде вариантов если начнется обмен ударами ладья прыгнет куда-то вперед то пешка ушла с a6 и она не теряется на этом поле например ладья b3 чтобы воспрепятствовать идеи которые может иногда оказаться выгодные черных ладья c3 это не угроза но эта идея может сыграть ладья c5 затем сыграть слон c6 атакую пешку стоящего на поле a4 и что делать слон b5 вроде бы потому что пешку отдавать нельзя там еще пешка е5 превратилась слабость что важно а после слона b5 взятие надо бить пешкой взятие ладьей приводит к безнадежного пешечного потому что пешка а белый король нев но если взять вот ладьей давайте я сделаю этот слабый ход то окажется что белый король не в квадрате черной пешки вот этой пешки а он ее не догоняет а пешка b не может пройти поскольку ее задержит черный король то есть получается одноферзиевое окончание где у черных ферзи а белых ферзя нет ну а если а б тогда ладья бьет е5 и почти форсированно например такого рода вариантах получается получается подобный обмен 4 на 3 на одном фланге не идеальное расположение белых пешек я не знаю то есть наверняка это все-таки ничья но ничья такая тревожная для белых можно при случае при неаккуратной игре и проиграть то есть сюда идти белом не хочется но джерфри шунг сыграл слон c8 увел слона с линии b по которой он может оказаться уязвимой фигурой теперь ладья черных освобождена ладья c3 это пола угроза но белый король усиливает свою позицию можно было сыграть опять здесь но это хуже чем там ходом раньше после король d4 уже никаких идей связанных с атакой пешки стоящие на пуле e5 нет но ладья c5 потеряется пешкой b6 и у белых будет хорошо сыграть слон d7 вставая в засаду то слове 4 вытесняется ладья теряется пешка b6 и белые очень здорово активизировать свои силы а их слон занимает идеальную позицию пешку f3 защищает и прикрывает пешку е5 от всяких неприятностей это все-таки ничья без особых хлопот для белых было сыграно ладья c5 здесь f4 так именно так надо то есть джеффри шонг скорее всего полагал что пешку е5 то он заберет и белые должны перед переключаться на какую-то пассивную оборону и шансы появится на победу поскольку там ладья опять еще одна идея у черных но f4 ничего такого не получается ладья опять все равно ладья бьет b6 взятие на f4 взятие шах король отступает ну и оказывается что поскольку белые в результате этой обменной операции пешки g на пешку f создали идею угрозу но не сразу угрозу в ряде вариантов очень важную идею g5 и пешкаш идет вперед у них ну почти полная компенсация очень большая компенсация очень хорошие шансы сделать ничью ладья а3 сыграл джеффри шонг корония 4 и f6 ладья а4 привело бы к повторению позиции так можно было сделать ничью но джеффри шонг еще пытается сыграть на победу здесь очень интересный заключительный обмен ударами происходит ладья идет на поле в 8 и такое слона слон отступает на d7 все естественно ладья b7 связывая слона ну черные берут на e5 угрожала уже взятие на f6 и понятно что мы так играть обязаны и теперь же 5 то есть реализуется та самая идея пешка устремляется вперед пешка страшно и неприятно и так далее слон черных связан но ученых после король d6 появляется угроза слон c6 шах важнейший темп и более того есть еще одна угроза слон c6 шах и если ладья куда-то в сторону идет слон b5 связывая слона и там е4 и выигрывая этого слона например сыграть h7 что можно было сделать что спасало партию за белых но тогда белые обрекали себя вот на такую позицию h8 ферзь взятие отступление слон бьет b7 одну пешку черных белый ферзь выигрывает легко но черных остается слон ладья и три пешки за ферзя понятно что это ничья поскольку пешки черных слабы в разных концах доски находятся но понятно с другой стороны что белый это должен защищаться а черные абсолютно ничем не рискую идти на эту позицию очень белом не хотелось и магнус карсон на нее не пошел а сделал без этого хода ладья b6 шах что требует очень аккуратный аккуратный счет вариантов потому что слон c6 шах отступать нельзя из захода е4 потеряется шагом слон и черная ладья встанет на h3 нужно бить c6 возникает вот такое окончание белые играют h7 первое впечатление что вообще у белых плохо потому что ладья задержала пешку а у черных три пешки ну одну две белые съедят но пешка стремится вперед если взять сядь на а6 потеряется пешка 7 белые допустить не могут но оказывается что тактический мотив определенный сейчас мы его видим обеспечивает белом форсированную ничью и магнус конечно все посчитал король идет вперед g4 король g5 ладья под ударом но бить на h7 сейчас конечно можно но дело в том что тогда если сделать этот ход который не был сделан то после взятия и движение пешки вперед она тут же отыгрывается выигрывается белым королем так как с ручей хода g2 следует ход слон е4 король куда куда-то идет вперед ну и белые забирают эту пешку и мертвая ничья потому что слон готов отдать себя за пешку а а тогда король белых заберет пешку и так вот ладья h2 сыграл дефри шунг последовал ладья коробе g4 король d5 и сильный ход очень слон g6 издающий угрозу слон h5 перекрышка и так далее неосторожная король e5 при глубок черных поражений после слота король h5 там шах отступили и все пешка аж прошла ферзи поэтому нужно или бить на h7 или играть ладья h6 что и было сделано теперь идти вниз ладья не может из-за слона h5 и выигрывают белые поэтому нужно бить на h7 ну и дальше все понятно король d4 и дефри шунг продолжил ничью потому что после короля в 4 пуле 4 берется под контроль там пешка куда-то идет ну и как я говорил пешку а держит белый слон а с пешкой е легко справляется белый король поэтому абсолютно ничейная позиция в которой вот эта самая партия за столиком номер один завершилась в ничью честно говоря при всем авторитете магуса карсона при всем том что конечно же мы с огромным интересом наблюдаем за тем как он творит как играют шахматы все-таки наибольший интерес или можно сказать по-другому больше интерес вызывали некоторые другие партии и в частности партия двух лидеров а магнус карсон не был лидером джеффри шунг кстати был одним из лидеров вот а партия имею ввиду между аллеризой фируджой и владиславом артемьевым и вот начало партии проходила довольно любопытно то есть аллериза фируджа вообще тоже играет с разных рук хотя вот е4 у него главный ударный в репертуаре тем более он его сделал учитывая то что владислав артемьев все-таки регулярно играет разыгрывает используют защиту каракан и последние годы защита каракан стала очень рискованным дебютом хотя таковым никогда не считалось дело в том что в распоряжении белых есть ход е5 и вот здесь на слон f5 разумеется не тот классический ход без зубы который много раз делал арон немцович партии в партиях против хосера улика по бланке и очень часто проигрывал эту позицию белыми поскольку черные добились всего что можно они разменяли своего плохого слона не потеряв ни одного темпа и имеют легкое развитие чем здесь как минимум не хуже ну вот планы связаны с ходом конь c3 это все-таки более редкий ход или что чаще всего встречается коня в 3 потом салоне 2 неторопливое развитие и черным очень трудно распорядиться оптимально своим салоном стоящим на f5 но безусловно ко всему этому владислав артемьев был готов он это основное направление где белые ставят перед черными проблемы и сыграл довольно много партий на эту тему владислав артемьев наверняка у него огромное число анализов вот связанных с этим вариантом а соперник его алирзафи руджа играет h4 ход который делал еще михаил таль в матчах против михаила ботвинника ход который нервировал ботвинника и он начал какой-то момент во втором матче вместо хода слона f5 делать ход c5 который сейчас моден по другой совершенно причине не из-за хода h4 но вот ход h4 как раз он так сказать палка от двух концах потом ботвинник вернулся к ходу слона f5 и во втором матче матч реванша когда он уже вел в счете выиграл и в этом варианте черными не знаю то ли одну то ли две партии не помню сколько конкретно сейчас ну h4 ход какой логичный теперь черные не могут играть е6 давайте сделают ужасный ход здесь оправдывается полной мере идея белых потому что они загоняют черного слона на g6 и выигрывают его просто прямым перчатым наступлением но это кооператив но тем не менее он отражает ну скажем так идею такого перчатого зажима все-таки белый играет на черного слона ход h5 это правильный и логичный так поступает владислав артемьев и очень быстро начинает играть или зафи руджа вот то что он играет быстро свидетельство о том что у него все здесь проанализировано хотя его сам артемьев поначалу играет тоже быстро конь е2 белый играет таким образом черный в принципе могли бы взять на c4 и на конь g3 даже сыграть b5 попробовать такой рискованный висит конечно наш 5 пешка но убрать ее как-то не принято современных шахматах поскольку там позади этой пешки расположены белые пешка стоящие на поле h4 которая такого на ладьей все на свете белые сделать не успеют и же ты же 3 сыграть и отступить назад пешку h4 скорее скорее поступить до 5 они потеряют поэтому слон едва самая логичная ход g6 но не хочется делать лучше отступить все-таки поступить с этой пешкой и перегруппироваться но белые могут сыграть слон g5 его сыграть вот на такую доминацию или атаку и похоже что все-таки здесь у белых получше и ход b5 трудно рекомендовать после взятия на c4 черный мог сыграть слон d3 разменять вот это все-таки слона нехорошего своего на сильного белого но окажется что белые сохранят некоторую инициативу то есть ход c5 почему хочется делать почему я вот так вот сделал потому что иначе у белых будет большая свобода действий их кони один из коней займет поля е4 какой сразу непонятно то есть какую из полей d5 или f5 для черного коня е7 лучше белом отдать может быть все-таки поле d5 сыграть конь c4 ну слон выйдет может быть даже на g5 у белых будет получше это понятно а если c5 то сразу начинается контрыгра но первые могут вот пойти на такой вариант затем взять неожиданно пешкой а не ферзем случае взятия ферзем конь отскочит с поля е7 на c6 или может быть даже на f5 и черный заберут пешку d4 у них все будет в порядке а тут вот начинается вот такая игра ну почему здесь нельзя брать ферзя и закончится 7 шаг вилка поэтому как-то проскочил момент ну и тут вот пожалуй у белых получше черные пешку отыгрывают но у белых получше это по поводу хода dc играть dc не хочется это противоречит скажем так духу вариантов поэтому конь d7 сыграл воислав артемьев конь g3 теперь пешка c4 защищена с роном брать на c4 в голову не придет слон отступает из-под удара слон g5 связывая коня на е7 затрудняет черном развитие видно что в общем ферзем но не с пустыми руками вышел и играл очень быстро еще раз повторюсь я вот обращаю внимание периодически на этот фактор хронометрический с какой скоростью играет тот или иной шахматист здесь видно что просто он у него вот заготовка такая теперь в этой позиции собственно вот я думаю что до нее до анализировал скажем так или имел это ввиду владислав артемьев и самый естественный ход за белокой скоро напали черный на пешку б2 это ход ферзь d2 dc но если слон c4 тогда ладья c8 с угрозой взятия на е5 если сыграть слон е3 беря под контроль черного ферзя и парируя тем самым угрозу конь е5 тогда да ей на ладья беда 2 слон бьет б6 тогда ферзь b4 атакуя слона там скажем конь е4 предлагая размен ферзей слон бьет d20 идеи конь d6 кстати маг не получался потому что сувер беду 2 это шаг белому королю мак на шах давать нельзя вот а тут словите 4 конь е4 конь е5 возникает вот такая позиция и наверное у черных порядок то есть они раскрутились они ставят коня на б6 слон выходит на d4 слабость защитить ее легко не быть и не отдать пешку хотя как легко тоже не так просто я сказал легко слон c3 конь b6 потом конь беда 4 вот сроки 3 ход не тут а если сыграть ферзь е2 такой очень интересный ход то у белых вроде бы может сохраниться сильная инициатива ферзь бьет d4 это единство принципиальное возражение тогда ладья d1 ферзь бьет е5 жертва еще одной пешки конь же и 4 с угрозой конь d6 шах и так далее нужно играть конь d5 теперь сроки d8 собственно нужно играть конь d5 потому что иначе конь d6 отступление конем с поля d7 это под сильную атаку встать хотя вот я сейчас думаю смотрю и не проникся в полной мере тем что может возникнуть после хода конь b6 наши трон друзья настаивают на ходе конь d5 а почему они конь b6 не хотят интересно ну по причине конь d6 шах конечно в общем-то лежит на поверхности эта идея и затем ферзь бьет е5 хотя здесь сказать что так уж хорошо у белых нельзя потому что материал забирают черный сыграв конь бьет c4 а нет материала мало две фигуры я ладья у белых просто решающие да просто ферзь f4 у белых материальные преимущества понятно короче говоря вот в этом варианте получается вот такая позиция длинная рокировка ферзь b4 взятие-взятие сложная игра наверное у белых неплохо но и черных тоже все крепко все нормально они могут перегруппироваться они решили основную массу проблем которые бывают дебюте это по поводу хода ферзи 2 который в партии не был сделан то есть вот играя таким образом как я только что показал наверное черные получали неплохую игру и наверное владислав артемьев так и поступил но соперник очень быстро алилиза ферзи 1 демонстрирует что наверное до сих пор у него есть анализ то есть он анализирует жертву пешки на b2 и вот в такой ситуации очень трудно решиться на это взятие и не решился войсов артемьев на взятие я не знаю что именно имел ввиду в ответ на это феруджа ему не так сказать было дозволено продемонстрировать свой видимо глубокий анализ ферзь может попасть в какое-то такое непонятное поражение главный ход словом d3 ловли ферзя не получается но здесь можно сыграть соломь бьет д3 взятие 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 на c4 конь b6 вот как-то так играть хотя вот в данной ситуации у белых видимо очень большая компенсация пожертвовала пешку потому что потому что они например на рокировку могут сделать свою рокировку правда в другую сторону затем сдвоится по линии b и как-то начать давление ну король b8 надо играть все равно профилактикой заниматься надо но здесь у белых вот после конь е4 такое хотя конь е4 так вот не очень хорошие законе в 5 вроде бы вот издалека наши электронные друзья советуют конь е4 оценивать позицию как очень благоприятную а потом меняют свой свои оценки говорят что не нужно коня на f5 пускать нужно сыграть другим конем вот сюда вот и после этого хода позиция остается неплохой у белых не худший но может ничего особенного после кода конь е д5 все-таки нет ну что-то имел ввиду на ферме 2 2 безусловно фируджа анализ его простирался до сих пор и дальше на случай ферме 2 и поэтому не решился на это артемьев подумал подумал потратил время взял на c4 слове c4 и снова но здесь уже на b2 брать хуже чем без размен на c4 после 0 0 не буду вдаваться в подробности но у белых сильная инициатива у белых лучше а конь е5 это то что в качестве альтернативы предложил своему сопернику агресслав артемьев конь выходит с этого поля на е7 белые рокируют очень сильный ход ну и оказывается что например взятие на d4 ход плохой потому что конь по 5 вот это сразу можно не понять даже беря на c4 а затем играя кони в 5 можно не понять что белый вправе рокировать а потом и черный здесь не могут взять на d4 потому что конь по 5 ну согласитесь идея конечно тематическая я бы сказал но неоднозначная не лежит на поверности эта идея чем хитрость но если взять на основе бы 5 угрожает ладья c7 белые отдали чистую фигуру но они ведут сильнейшую атаку на черных что делать аж а6 единственный ход на самом деле иначе атака перерастет в решающий такой вот навал вот ладья c7 это что-то страшное но я не знаю там с ром c5 можно играть или нет то есть сразу можно отыграть после этого фигуру или продолжить а так сыграв ладья бьет c5 давайте я прикину так наверно ход плохой просто мне любопытно стало что может возникнуть если здесь вот черные сыграют сыграли бы а конь c5 нельзя потому что извиняюсь он связан не делается ход потому что конь связан что-то бывает такие заскоки вот ну а после а6 пытаясь развязаться белые просто меняются просто берут на d7 играют ладья d1 связывают коня выигрывают его шахом и вторгаются на c7 все говорится в одном плафоне фигура отыгрывается в чистую материал подравнивается на вторжение c7 и черном в таких вариантах не очень-то хорошо лучших вот вообще ради h7 вроде бы один из лучших ходов тогда конь е4 для того чтобы не дать контр игры и по-прежнему вторжение c7 никуда от белых не уйдет а ладья на h7 еще ну и очень трудно ввести в игру то есть тяжелейшая позиция может просто плохая у черных это на случай cb а в случае хода ферзь b6 альтернативы вот конь b5 белые сыграли подставить все черные бегут назад куда-то тогда конь бьет f5 тогда слон бьет е6 тоже знаете не лежит на поверности эта идея вот без этого хода слон бьет е6 все далеко не так ясно можно защищаться конь d6 разменялись изменялись предложили ферзями поменяться и ничего особенного не успевают белый ничего создать давайте я сделаю код конь d6 вот такой вот некая альтернатива взятия взятия и ферзь c5 как я говорил ферзь c5 все отступать не хорошо бесит пешка меняться ничего белых нет но белые весь выигрывают просто почти форсированного игрывают нанеся фантастический по красоте удар и думаю что альтернатива руджа все этой конь b5 и последующий слон бьет е6 сюда имел в виду то есть поле c5 таким образом берется под контроль белой ладьей его лишается черный ферзь этого защитительного маневра ферзь c5 и как бы черные не играли слон бьет е6 например конь d6 взять и взять и угрожает мат на е7 защититься с помощью ферзь c5 нельзя но ферзь d8 это сдача ферзя если конь f6 тогда просто взятие и на ферзь d8 можно взять на g7 отставить ферзя поставить своего нового белых лишний ладья и можно черным сдаться если сыграть f6 то ферзь бит е6 и дальше говорить не о чем а фигура отыгранная решающая атаку белых при материальном равенстве скоро материальное преимущество лучше брать пешкой тогда все равно шах все равно пользуется 5 черного ферзя нет угрожает все равно ферзь е7 шах единственная возможность это бежать отдать коня но здесь видно что белок большое преимущество все в случае преимущество уж точно ну давайте посмотрим ладья d1 как играть если играть король h7 тогда ладья c3 то есть белые не торопятся так как поля d8 у черных фигур нет она контролируется это поле слоном с поля g5 а идея белых ладья g3 там слон f6 такое сочетание ходов ну можно сказать ладья g8 например там ладья b3 это еще одна идея взятие на b7 позиция черных безнадежная я всяких красот подрисовал дальше как белые громят позицию черных но поверить в это легко без всяких показов ферзь b2 можно сыграть за альтернатива тогда ферзь е7 вот такой уход с идеей ладья d7 важно что ладья c2 ладья c1 защищена слону g5 можно забрать еще одну пешку но тогда ладья c5 вытесняя ферзя с диагонали словно в 4 с идеей слон е5 как гладко как здорово все у белых взаимодействует ферзь бьет b7 ладья f8 слон е5 например но белые забирают много пешек и еще одна идея белых это ладья d7 ладья d1 d7 у черных никаких надежд организовать контру игру позиция черных плоха получше немножко король h7 но и он этот ход не спасает потому что те же сам тот же самый набор идеи со взятием пешки на б7 со вторжением d7 и так далее дают белым решающее преимущество это к вопросу о взятии на d4 таком естественном ходе и блестящей реакции белых конь b5 которые мы сейчас вот так вот осветили проанализировали можно взять на g3 альтернатива от которой отказался повислав артемьев потому что после взятия на g3 и слон е7 лучший ход черном нужно как-то развиваться решает вся проектировки черный король консолидироваться черном нелегко слон отступил для того чтобы обеспечить маневр белого коня через a4 при случае c5 никогда не идет по разным причинам том числе и захода коня 4 взятие на c5 короче черный здесь не тоже безнадежно конечно не так но трудная позиция с необеспеченным королем и так далее слон е7 сразу играет артемьев и наверно он прав идет на тот же самый по сути дела вариант но немножко в другой редакции не вскрывает он белом линию f после разменной g3 fg конечно открывается диагональ против белого короля но легко уйдет а по линии начинается веревствовать белая ладья теперь линии закрыта и ученых есть надежда защититься при материальном равенстве понятно позиции черных хуже и понятно что альриза феруджа теперь же 5 грозит выиграл дебютную дуэль ферзь d8 чтобы на ферже 5 отступить на f8 конь белых переходит на хорошую позицию соглашаются белые на удар на c4 хотите брать берите но если слон же 6 отступить слоном тогда и в 4 потом и в 5 атака белых очень сильно в общем тяжелые позиции ученых просто королев 8 попытка вот так защититься убежать королем здесь кони в 5 здесь слон b3 слон теперь уже уходят из-под размена коль скоро черный сразу не взяли на c4 и оказывается что всякие преимущества слона над над конем при том что диагональ открылась против черного короля это очень штука весомая правда черные забрали пешку нужно было е6 компьютер говорят слушай и 6 сразу играть но то что альриза феруджа вначале сгравладья и 1 и на ладья 6 пытаясь оживить ладью и 6 ничего не меняет примерно эквивалентное равноценное решение и слон бьет е6 оказывается что позиция черных крайне тяжела уже приходится расстаться с лишней пешкой при материальном равенстве белые ведут сильнейшие такую получают сильнейшую атаку можно наверное было как-то по упорнее черными защищаться но понимаете осуждать здесь те или иные решения артемиева уже не приходится позиция его не хороша в любом случае ну конь d5 при заслужил внимание тогда сложились с угрозой ладья е8 шах кони в 6 теперь ферзь а3 шах черному королю затем слоны в 5 то есть белые хотя довольствоваться баллов например тем что они заберут пешку стоящую на поле а7 если сыграть а6 тогда будет дан шах и будет уничтожена другая пешка то есть черных структуры черных разваливается ладья по-прежнему с а6 не может выйти никуда король стоит плохо и по большому счету позиции черных можно сказать даже безнадежно ну было сыграно король f7 ферзь f3 вот такой ход если король g8 теперь то слон е6 шах затем слон f7 с угрозой ладья е8 ну нехорошо у черных там наш 5 висит потом можно отвести отступить ферзем на g4 и так далее ферзь f6 сыграл артемьев теперь ферзь b3 в чем-то аналогичная идея еще один шах ферзь d6 теперь ферзь е3 с угрозой ферзь е8 мат ферзь d8 защищаясь от этого мата ферзь идет на поле е4 зачем чтобы может потянуть ладью может обеспечить слону поле на g6 скорее всего слону g6 поле обеспечивается возобновляя угрозу после этого ферзь е8 мат после размена ладья е6 слон как раз пошел сюда угрожает ферзь е8 шах размены мат король отступает теперь ферзь h4 ладья связана вообще ферзь же конечно очень хорошо играет позиции в решающем преимуществом но здесь он не стал играть ладья е5 этот ход выигрывал гораздо чище быстрее со взятием на h5 чем сделан им ход ферзь е7 однако оценка позиции от этого не меняется и опять же осуждать те или иные решения когда человек ориентируется на свои оценки на простоту разыгрывания тех или иных позиций но это просто неправильно ну и даже не то что не этично но ну нелепо вот солнце 2 выражается он b3 что делать делать нечего ферзь d4 называется с горя теперь проще выигрывала как говорят нам электронные друзья ферзь е6 шах и затем слон f5 атакуя слон коня и выигрывая его в чистую заодно защищаясь от угрозы ферзь бьет f2 то есть угрожает ферзь бьет d7 на ферзь бьет d7 еще промежутки ладья бьет f8 и слон бьет d7 черным совсем худо но и после ладья бьет f8 выигрывая фигуру вот таким вот образом черным тоже худо правда забирает ферзь пешку но белые с помощью таких вот шахов приближаются к черному королю отводят слона если посчитать пешки то две пешки за слона позиция объективно безнадежная но играть еще можно и артемик пытается что такое сделать ферзи 7 выигрывала быстрее но нужно считать больше вариантов а зачем считать варианты если понятно что после ферзь бьет f6 коробка рубит f6 эршпиль выигран уже без всякой контргребе счета то есть черные пешки не успевают заявить о себе на фланге потому что слон их легко удерживают здесь разрушается структура на краевском фланге забирается пешка h4 g4 не успевают черные ничего со своими пешками сделать если а3 тогда ударная мощь черных пешек удар черные пешки лишает свою ударную мощи а белые могут ну кстати могут они при желании просто сыграть и слон е2 могут двинуть пешку свой вперед и она проходит первый черный не успевает создать контргурном ферзи на фланге c4 g5 так было в партии затем слон е2 как раз фиксируя вот этим диагональным маневром пешки ни одна из них не может пойти вперед если c3 то слон d1 король f5 пожалуйста король h5 но король е4 если если c3 тогда слон d1 и пешки черных никуда не идут теперь g6 c3 и тот самый ход слон d1 о котором мы говорили понятно что черные сильно отстали через два года белая пешка станет ферзем и и слав артемьев капитулировал но мне кажется при том что можно считать что артемьев где-то не воспользовался какими-то возможностями но фируджа играл эту партию конечно очень сильно дебют я не могу сказать какой-то убойный дебют но неожиданный для соперника дебют и хорошо проанализированный и очень чистый очень четкая реализация в конце конечно были альтернативы у белых но опять же когда у вас абсолютно выигранная позиция вы выбираете тот план реализации тот метод выигрыша который удобнее для вас когда вы знаете что вы не ошибетесь что позиция все равно выигранная сделаете для 20 лишних ходов вы играете не в 5 7 ходов а в 25 но никаких нервов никакого счета вот но в результате альеризаффи руджа вышел на рубеж плюс 2 и в общем сделал весомую заявку на лидерство а что же делал в это время вот уях артемьев проиграл что делал это время даниил дубов давайте я сейчас мисс меню титр не всегда это делаю вовремя но в данном случае соперником даниила дубова был йохан ван форест видимо правильно так то или йордан ван форест видите могу ошибиться но уж извините за за потенциально возможные ошибки и здесь тоже вот увы ях данил дубов другой российский гроссмейстер столкнулся с некой дебютной заготовкой соперника е4 c5 играет даниил дубов коня в конь c6 приглашая ходу сломбы 5 которые очень часто делают соперники и дубовые вообще играющие белыми фигурами последние годы последнее время но c3 идея свешника вот такой редакции ну свешника вообще очень много идей ход c3 нельзя конечно назвать системой свешникова номер два или дебютом свешникова но тем не менее его вклад в осмысление и развитие вариантов связан с ходом c3 социальянской защиты или против социальянской защиты очень велик здесь получается одно из интересных разветвлений ну обычно в этой позиции коль скоро белые играют таким образом они начинали с хода d4 теперь можно сыграть слом c4 может стать и ферзь b3 сыграть но ничего особенного то есть как ничего особенного вот вклад свешникова отчасти связан с тем что он доказал что ход коня 3 дает белом основание дает ставит перед черными некоторые проблемы за счет фигурной игры идеи вторжение коня на b5 белые все-таки стоят чуточку лучше но в данном случае был сыгран и слон c4 сразу ван форестом слон отступил c4 то есть дубок придает игре оригинальный принципиально не сицилианский характер не совсем связки ходом c4 можно было спокойно сыграть d6 да это другие пироги конь g5 для белых вот возможной но ничего особенного не дает а c4 конечно кстати компьютер считаешь это сильнейшее возражение со стороны черных но я не убежден в этом потому что эти со эти же самые компьютеры очень быстро пересматривает свои оценки говорят что вот эта позицию белых лучше и поверить в это легко потому что после же 6 черным нужно как-то развиваться ход срона g4 проблем не решает беру включат ход h2 h3 чтобы иметь же 4 в дальнейшем не тропясь на слон h5 не обязательно же 4 играть сразу можно начать сделать обход d4 там ход б3 она же 6 б3 уж сам бог видит причем после предварительного хода коня 3 может белый путь прыгнет на b5 если ему дадут слон же 7 не опасаясь этого теперь б3 то есть конь на 3 на самом деле не только замахнулся на ходку б5 но и взял под контроль пешку c4 создал угрозу его выигрыша две фигуры белых пешка b3 и коня 3 атакуют пешку c4 поэтому черные должны вроде бы взять взять и взять и но и оказывает что белок все-таки поприятнее вот какое-то невзрачное начало со стороны белых а у них теперь больше пешек в центре хорошая структура конь са3 может прыгнуть на c4 а может на b5 конь на 3 стоит как надо ну правда слон же 4 играют здесь черные можно было сыграть конь са4 наверное это не давал особенно еще белом охота 3 естественно нормальный ход такой ситуации заставляющий черных разменяться убил от преимущества слонов идея слонов 4 появляется правда черные не допускает этого и загоди играют е5 сразу определяя позицию в центре кажется что ученок полный порядок порядок это полное да не очень все-таки конь b5 вот конь оказывается может перескакнуть на b5 ферзь d7 теперь ладья d1 то есть белые защищают пешку стоящую на поле d4 и черные играют a6 ну можно прикинуть что было бы если бы вдруг был сделан ход еды вот что тогда а тогда просто конь бьет d4 взятие на d4 и cd и как ни странно вот эта позиция с давлением у белых хотя ну слон е4 основная идея белых с атакой пешки b7 а открытая линия а по которой работает ладья не позволяет черным просто централизоваться переведя ладью куда-то в центр потеряется пешка a7 а пешка е3 может быть легко защищена слоном с е3 вот такая неожиданная трактовка не очевидная скажем так то есть не бросающаясь в глаза не кажется при первом взгляде таким вот стандартным шахматным взглядом что пешка a7 это слабость и вот чтобы эту слабость от этой слабости избавиться играет a7 a6 даниил дубов атакует белого коня на что следует d5 вот у белых нет времени сыграв конь b5 они конечно подставились некоторые провоцировали соперника на ход a6 с атакой коня конь уйти не может но белые могут сыграть d5 и если сыграть а b то варианте ладья бьет а8 взятие на 8 взятие на c6 ферзь черных атакован и пешкой и ладью из d1 поэтому на черепе c6 теперь слон d4 пешка c3 защищена ферзем пешка b7 теряется беру в чистом виде преимущество слонов и шансы его реализовать поскольку конь на b6 которая всегда стоит плохо в данном случае действительно стоит не очень хорошо никуда вперед прыгнуть он не может я вообще пешки белых нападок b3 c3 так как-то ёжиком ощутились против черных фигур уши уберут безусловно до выигрыш далеко но играть черными неприятно вот конь b4 поэтому здесь смотрите белые сыграли d5 и вместо хода а b который мы сейчас изучили играет конь b4 даниил до в кажется что он преуспел потому что случится b и ферзь б5 черных все в порядке у белых теперь слабые пешки они все себе испортили ученых хорошие пешки наоборот на полях a6 и b7 проходная по линии d но не такой уж мощный козырь с ним легко бороться конь блокирует все-таки эту пешку и линии c вот-вот будет захвачена черными и по линии будет такого на атакован слон стоящий на c2 при случае по 2 сняты пешка на b до b4 хотя сразу как же братью нельзя из-за слова 3 с потерей качества но ученых все в порядке в случае cb а вот после хода коня 3 все не так не так просто то есть ход вроде бы странный то есть черные конечно меняются c2 они выжили сделать белые отдали подразмен на коня своего слона лишились преимущества двух слонов но зато у них очень сильные пешки в центре на d5 и ее поддержит пешка c4 там е4 идея у черных и ладья подвиснет но все равно у белых получше ладья c8 естественный ход и c4 смелый ход теперь мог белые нет не белые черные могли сыграть е4 взобрать это качество почему так не поступить на самом деле вот эта позиция молодая е8 сделаем еще один ход полезный для черных эта позиция у белых лучше у белых всего лишь одна пешка за качество но очень мощная мощная пешечная фаланга b34 d5 пешки и что еще более важно или не менее важно это то что черные разменяли своего слона гуфельда чернопольного фианкетированного слона а белый слон выйдет на b2 и начнет создавать всякие матовые угрозы да и ферзь d4 идея конь на b6 стоит ужасно его еще сколько времени переводить после ферзь d4 или в случае ферзь d4 короче появится черно здесь крайне неприятно ну может быть даже тяжело и 4 иными словами не решает проблемы f5 сыграл логично в этом смысле вы с этой точки зрения даниил дубов последовало слона 3 атаковано ладья уже у черных ну хотя и все е4 можно было сыграть но поскольку черные не собирались сразу забрать забирать пешку не пешку ладью на 1 то зачем отдавать белом коню загадя поле d4 е4 ход никуда от черных не уйдет ладья c1 ладья ушла и теперь вроде бы надо было играть ферзь d8 вставать вот такую защиту освободить поле d7 для перевода своего коня дальше если ему будет позволено конь может стать на поле c5 слон может перевестись на f8 и учебные окапывались окапывались и получали неплохие шансы позицию держать хотя позиция вот c5 говорят наши электронные друзья дают берем здесь преимущество и на е4 ферзь е2 и все мои слова но немножко оказывается пустыми потому что конь d7 лучший ход а что я делал я на c5 играл е4 и бить на d5 нельзя поскольку после ферзь c4 и конь е3 связка по линии d или связка по диагонали король даже 8 звать и приведет черных потери фигуры короче говоря не конь d7 не е4 черном здесь не помогает ферзь d8 сыграть было можно но проблема их не решались после этого было сыграть и 8 так стрелков теперь c5 с полным комфортом это что мы обсуждали ранее и здесь имеют полную силу нельзя брать на d5 из-за хода ферзь c4 и на 1 до 8 конь е3 все черные проигрывают фигуру или в случае хода комитет 3 ладья беда 7 еще больше на ферзь до конь c4 следует ладья беда 8 шаг и потом взятие на c4 с лишним ладью у белых а в случае ладья d7 и взятие на е3 у белых ферзь за ладью и абсолютно выигрышной позиции поэтому конь c8 пришлось играть не словно хлебавших дубов ферзь c4 видно как белые захватили инициативу все их фигуры в центре f4 теперь вроде бы просто выигрывал c6 это был сильнейший ход верим верим ход хороший сильный и защищаться черным почти невозможно но коней 6 сыграл ван форест конь бьет конь b5 такое слона теперь слон b4 е3 ученых появились какие-то надежды ну чисто практически скажем так организовать контр-игру хотя объективно их позиция плоха конь g5 вот ван фореста ферзь f5 ход заманчивый но и он не спасал вот такая жертва качество потому что после коня в 7 ладья е4 ферзь белых атакован и если он ступит потеряется слон на b4 и какие-то надежды связаны связаны с пешками спешкой на е3 с сильным слоном с возможностью включить коня через поле d4 у черных появляются но конь d6 вот такой промежуточный ход атакующий ферзя нужно играть конь бьет d6 и теперь ферзь c2 ну что делать черным отступить конем это теперь безнадежно у белых остался слон сильный взятие на f2 ничего не дает по разным причинам я даже думаю можно и ферзем забрать и не только королем вот а конь b5 тогда d6 и пешка устремляется вперед и аргументов против этого на движение у черных нет на конь d4 можно наверное дать шах а может быть и вообще сыграть это 7 не дады себе может сыграть смотрите не зиму я вот d7 и нельзя брать не c2 из d8 ферзь а если ферзь бьет d7 то не висит ладья стоящая на поле 4 вот был сыгран и еф шах то есть делает ставку дубов на попытку где-то словить соперника на вечный шах но конь бьет f7 ладья е4 та же самая идея чуточку другой редакции исключением удара на f2 сказать что это лучше нельзя очень интересное решение со стороны белых и сильные c6 которая почти форсирована выигрывает то что если сыграть ради бьет c4 тогда ладья бьет c4 и хотя вроде бы белых открытый король у черных ферзь за 2 ладьи но вот таком вот варианте черном не позавидуешь на король же 8 сразу решается 7 удар конь у нас и 7 это плохо удар удар на 7 плохо потому что можно кстати наверное нет молодец и 7 просто играют белая и развивает решающий атаку на черного короля по восьмому ряду черный король попадает в матовую сеть поле f8 недоступна сразу поскольку слон берл стоит на b4 вот а после ферзь за 7 и c8 ферзь получается эншпиль в нем можно бороться можно сопротивляться но объективно проигранный для черных конечно же это понятно вот качество за пешку пешка за качество у черных а в белых качество за пешку король f6 если тогда c7 ферзь d7 c8 ферзь в этой редакции эншпиль лучше для черных какие-то шансы у них есть но я думаю что все равно у белых огромные шансы победить его то есть идти сюда черным не хочется ладья c4 играть не то а король бета всем тем более вот сделанные дубову потому что взять и на b7 взять и на c4 и теперь ладья bc4 выигрывала форсировано никакие попытки дать шаг вечный или там тем более мат черным белому крадю не проходит а пешка b проходит ферзи и защититься черные не могут на ферзь е5 следует ладья е1 на ферзь б8 следует ладья е7 шаг слон на b4 не забывайте очень силен и на король g8 родятся 8 шах а если сыграть король 6 все равно родятся 8 и белые проходят ферзи можно дать еще один шаг но тогда и слон c5 выигрывает даже допуская слон d4 а можно ауте на f1 шахов нет и нечем противостоять хотя слон d4 хода нет король на f6 стоит и нечем противостоять ходу b8 ферзь короче говоря bc сыграл ван форест и борьба не то чтобы возобновилась но какие-то шансы могли после слона e5 появится удобно тогда взять и на b5 хотя вот чисто смотрим так вот попытка дать вечный шаг конечно это хорошая штука но можно от этой самой попытки защититься таким вот образом если взять здесь на g2 тогда после король g2 нет шахов нормальных на ферзи 5 следует ладья g4 а иначе ладья f1 и там связки грозят плюс пешка по линии b у белых есть и ход д6 никто не отменял то есть проигрывают здесь черные давайте я доведу до конца этот вариант то есть здесь еще а вот такая возможность сыгрались а б вроде бы вот а б тогда ладья f1 выигрывает на взятие взятие d6 и перекрывается диагональ и пешка b проходит ферзи был сыгран а б сразу теперь же 4 чтобы прикрыть своего короля пешкой в 2 конечно кое-какой аргумент но аргумент не сильный король уходит шахи кончаются можно взять на бассейн потеряется салон будет худо совсем слоны в шесть теперь д6 теперь уже пешка д заявляет из себя во весь голос ферзь битв7 ладья f4 но это не то что было в партии а я просто показываю что могло бы случиться вот таком вот варианте белые добирались за слона партии был сделан ход ферзь е5 не ход слон е5 который мы сейчас бегло так осветили посмотрели осмотрели был сделан ход ферзь е5 теперь сила взятие на б5 белый король легко и ходит под шахов а пешка б это страшная сила ферзь б2 король уходит назад угрожает б8 ферзь слон е5 д6 снова угрожает б8 ферзь f3 надо брать ферзь б3 создавая угрозу взятия на f3 король е2 ну если ферзь б2 тогда король f1 и лучше здесь дать шах вот такой редакции и затем король е2 здесь и шахи кончаются попытка дать шах с поля 3 с помощью слона парируется с помощью хода слон c3 шах и потом б8 ферзь на отступление короля еще проще еще подзагнать короля подальше и вот так сыграть но здесь попытка дать вечный шах если с c2 тогда просто ладья d2 а если с е6 тогда можно и слон е5 было сыграть но король d3 проще белый король легко уходит от шахов шахи кончаются черные могут сдаться ферзь е6 если как и было сыграно в партии тогда а ладья c7 шах затем в 8 ферзь слоны в 4 шах без двух ладей и одной пешки черные все-таки какие-то надежды лелеют на f1 можно было ступить то не нужно потому что пришлось бы повторить позицию и уйти через d3 а белые сразу сыграли на d3 не отдавая пешке h3 ну и оказывается что от шахов они легко убегают потому что ладья c7 контролирует все поля и поля ну поля c4 черным не нужно все поля с которых черные могут давать шахи если шах с b3 то король d4 в этой позиции вот именно в этот момент сдался признался убежденным даниил дубов поскольку очень легко уходит белый король вот таким вот маневром конечно можно было доиграться до этой позиции там если дать белом возможность сделать хоть один ход то они устремятся в атаку на черного короля благо материала очень-очень лишнего у белых много ну вот к сожалению так два наших молодых очень талантливых шахматиста за которых все наверно болеют и мы также потерпели поражение играя черными фигурами причем если артемьев проиграл очень сильному сопернику а именно алире зефиру дже то ван форест все-таки тоже конечно неплохой шахматист прямо скажем не зря он играет супер турнире но правда играет как представитель хозяев но тем не менее тем не менее наверно могдувов выступить по удачней поймал хотя бы отчасти на свою дебютную разработку ван форест и вот вот так вот срачево сложилось иван форест вышел в плюс один ну и в заключение покажу партию одного из главных фаворитов наряду с магнусом карсеном партию фабиана кран и который играл с ю я не давайте поправим вот так вот по центральной немножко поставлю и так фабиана крана против ю я не и в этой партии что же было сыграно в этой партии сейчас я скажу вот и партии был сделан ход и 4 вот китайцы шамотисты последнее время очень полюбили русскую партию и многие из них успешно отстаивали позицию черных вот вариант из d4 чаще белый конечно берут на е5 играют там отступает потом играет конь c3 такую тоже современная трактовка намного не претендуем но чтобы лишить соперника подготовки d4 ход не то чтобы более жесткий это достойная альтернатива взятию на и 5 и вот тогда вот в этой позиции стали играть китайцы шамотисты конь д7 когда-то а я был одним из энтузиастов этого варианта хотя по-разному в русской партии я играл в разные годы считалось раньше что белые должны брать на d7 иначе у них ничего нет они должны рокировать ученых есть возможность играть слон d6 весьма рискованная или не менее рискованная возможность ферзь h4 вот я здесь выиграл несколько партий черными в том числе и введение свежникова сергея долматова свое время важных так как партии хотя опять же это не всегда была результатом дебюта позиции очень интересные а китайцы не играет сердце h4 и там отработали метод нейтрализации давления белых фигур ну вот чтобы не идти на эти варианты демонстрируют свою дебютную подготовку я так считаю фабиана каруана он делает рокировку сразу черный берут на e5 понятно что многого здесь белые достичь не могут черные отступают коня нужно эвакуировать но конь атакует слона если слово наступит то ученых все в порядке слон е2 слон f5 ученых отличная игра не хуже может быть и не лучше но не хуже слон и 3 играет здесь фабиана c6 пока что не торопится даже со взятием на d3 черный конь и f4 продолжая настаивать на том что если хотите брать слона берите он никуда не уйдет время я терять не буду буду позиционной угрозы f5 вообще возникло уже если белый так под зажмут соперника то отсутствие одного белопольного слона не стоит существенности черные мечтали занять поле 5 своим словом а теперь уже в случае 5 этого не будет поэтому брать надо ферзь бьет d3 и g6 чтобы f5 не было на f5 сломит f5 владея бьет f5 жертва слишком слишком оптимистичные явно некорректные пока что этого такой возможности нет ну конь c3 черные могли сыграть здесь сроды в 5 многие наверно так и поступили бы но в чем здесь хитрость после ферзи d2 оказывается что у черных некоторые проблемы из захода g6 с развитием фланга то есть если сыграть слон g7 тогда слон c5 белый слон займет важнейшую диагональ и рокировать и вообще решить проблему своего короля черные могут лишь разменяв этого самого слона с помощью слона f8 это большая уступка у белых будет лучше а иначе что ну слон c5 вот страшно неприятно расположены для черных фигура если же поставить слона в другое место скажем на b4 наиболее активное при необходимости наступит на е7 если вы слишком сильно просить хотя вот он может взять на c3 вот я думаю на е7 поставить слона тогда аж белый подготовит на движение g4 хотя может быть знаете может сроки 7 здесь действительно стоило бы сыграть не хочется при сделанном ходе же 6 ставить слона вот с этой стороны наши которые друзья говорят что перевод коня тогда очень неприятен для черных и со вторым слоном начнутся проблемы а если словно идет куда-то то прорыв f5 будет очень неприятен поэтому слон b4 в некотором смысле оправдана вот переход к такой позиции черные делают рокировку но это все-таки немножко в пользу белых так как ход g6 портит позицию черных у белых небольшое но стойкое преимущество может быть не смертельное для черных но играть этого если черными неприятно тем более что вот здесь у черных преимущество двух слонов сыграл b6 поэтому китайский шахматист взял под контроль поле c5 чтобы затем выставить срана g7 прокировать и все у них у черного будет хорошо хотя бы 6 выглядит как-то как кривовато ход но на c5 слона белого не пускает это главная идея главная задача основных 5 следующих ученых владя d1 слон g7 f5 по-прежнему не опасно b4 зажим такой вот слон f5 ферзь е2 понятно было что курана вот это все более-менее подготовил h3 теперь слон g4 убрал угроза но кроме того белые сами угрозу g4 да угрозу g2 g4 сейчас создали приходится или играть h5 что черным делать не очень-то хочется ну вот например сыграли бы черные h5 тогда можно сразу начать операции на другом фланге то есть белые защитились от хода слон g4 но у них есть еще одна идея после b4 то есть играть b5 заставить черных вышибить опору из-под пешки стоящий на поле d5 ход b6 имел на ряду за стоимость и недостаток тот что теперь пешка c6 лишилась подкрепа и пешка d5 превращается в слабость у белых преимущество некоторое а может не такое маленькое было сделано рокировка хочешь играть g4 играй играет конечно тебя на кран и же 4 как такой ход не сделать f5 сразу не идет но идея это витает в воздухе и сочетание двух идей b5 интересно что в случае взятия на v5 теперь уже лучше белом не брать не на d5 что не дает им никакого преимущества на c2 пешка потеряется постепенно а играть на b5 и теперь у белых и поле d6 для коня и поле d4 для коня что очень важно с последующим и в 5 и здесь у белых преимущество поэтому в 5 играет и они следует и f bc тоже можно было но там ничего особенного белых нет еф все-таки надо бить на проходе ухудшать структуру черных менять слонов добираться до черного короля ну и потихоньку маленькую белые все-таки получили кое-какое преимущество взятие на b5 и конь бьет b5 f5 мог быть сделан ход очень интересный не сделано у фабиана курвана поскольку почему он сделал не сделай не знаю и на взятие на и 5 конь бьет b5 то есть трудно поверить что здесь у белых решающая атака она действительно не решающая но она опасная коварная например случае взять и на g4 вот такого ошибочного вот надо играть здесь с рунда 7 и обороняться немножко как пассивненько допуская вторжение всякие так далее а если взять и на g4 то плохо у черных поскольку после взятия и взятия надо быть крадем иначе при ферзь бьет f8 незащищенным останется с рунда и 6 а тут ферзь е5 с двумя угрозами конь c7 и ферзь h8 с рунда и f7 конь c7 и что интересно белые играют конь бьет d5 и на салоне бьет 5 и вот здесь две белые фигуры ладья и ферзь просто сокрушаются на своем пути ферзь h8 ферзь бьет f7 угроза угрозы на и другие какие-то есть ферзь f6 потом ладья по пятому ряду даст шахи у черных нет ни одного шаха белого кролю и у белых решающая атака вот такая штука то есть на глазок вот по рисунку позиции не очевидно что здесь совершенно выигрышная до белых но можно было сыграть f5 попробовать отчасти ловушечный ход сразу фабиана каруана и после слона d7 оказалось что не так уж много у белых то есть пешку черные вот так вот отдали но шансы на спасение у черных сохраняются у белых тоже плохой король но лишняя пешка и конечно с лишней пешкой играть приятней черные должны сыграть ферзь d5 провоцируя на переход каким-то в какие-то окончания без пешки ладейные белом трудно от них уклониться но лишняя пешка повторюсь это все лишняя пешка был уже сыграна ладья е8 активный ход ферзь d2 ладья е4 черные демонстрируют свою активность но просто ладья е2 ферзь c6 король g3 не скажу что у белых выигрышные позиции отнюдь еще играть и играть и при играть черный магнус карсон я не исключаю того что спас бы на эту партию но черными играл и они а белыми фабиана каруана и смотрите ладья d3 пешка за защищена двумя фигурами ферзи молодежь f2 белые уже мечтают о вторжении и осуществляют его хотя бы частично затем f5 позиции черных разваливается gf играть нельзя по причине шаха если теперь пойти на g7 то будет мат в один ход а если сыграть ладья f8 тогда все равно фиржа 5 затем ферзь f6 ладья связана и ладья бьет f5 нагнетает давление на ладью то есть ферзя брать нельзя ладья связана бить на d8 безнадежно если сыграть ладья c3 там или ферзя запустить то белый король через h4 уходит на h5 от шахов но здесь не на h5 если ферзь пошел бы то он на h5 ушел здесь нет шаха cf2 там ладья бит h3 был бы мат нет такого мата король ушел черным плохо а если взять не d8 тогда взятие затем ферзь d7 ну я довожу этот вариант до мата самого упорного при самой упорной защите черных здесь можно было по-разному дать мат и ладья g7 мат и ферзь f6 мат и h4 тоже мат вот ну сыграл здесь с горе юя не ферзь e5 шах король уступил на g2 позиция все еще не безнадежная но очень трудно и у черных ладья c3 лучший шанс поле g3 контролирует своими черными фигурами черные готовы стремиться в контратаку поэтому просто ладья f3 ладья бьет f3 король бьет f3 и ладья е7 почему ладья е7 почему не взятие на f5 потому что снова шаг с g5 насколько я понимаю в случае взятия на f5 белый дают нет в начале ладья d8 все-таки начале ладья d8 если король вперед то ферзь g5 мат а если закрыться ладьей тогда переход в пешечное окончание вот он сюда и ну наверное вообще надо играть здесь ферзь g7 применялись всеми фигурами взяли на f5 лишние пешка если идти вперед можно мат в два хода если ладья d7 это ман два хода да король е6 ферзь е7 король е8 ферзь d8 а ферзь е7 ладья бьет е7 ну ладно а иначе ферзь g7 это размен всех фигур взятие на f5 черные могут сдаться вот ладья е7 сыграл и они ладья d5 ферзь е4 король отступает но здесь уже очень тяжело защищаться король g7 потому что бить на g5 на f5 по-прежнему нельзя здесь очень легко выиграл ход король h4 экзотика белый король может уйти в безопасное место и будут тайговать только белые черных и ни в коем случае не черные белых вот поскольку взятие на f5 как я понимаю не годится по причине ферзь g5 на этот раз и белые добираются до черного короля легко выигрывают партию ладья d6 сыграл однако не фируджа лидер а фабиана круана вот и черные могли сыграв gf осложнить задачу белых здесь позиция снова была бы не вполне ясной реализовывать преимущество белых было бы нелегко ферзь h6 лучший ход король g8 шах теперь закрываются черные и вот оказывается что бата здесь не получается но можно сыграть взятие на и 8 взять и на f5 и играть на выигрыш это ферзевое окончание в котором нет гарантии победы есть лишняя пешка есть шансы на выигрыш но гарантии победы нет а последовал ферзь e5 ужасный ход слабый ход точнее сказать и король h4 уже реализуется в полном объеме наконец-то понял фабиана круана что можно увести короля время конечно как всегда у фиана было не очень много 38 ход но gf х6 шах и вот такой редакции следует шах затем ладья d7 с угрозой мата на h7 можно для шах с е1 тогда король h5 шахи кончится вообще шахи неоткуда давать ладья е7 поэтому теперь ферзь g5 ладья бьет е7 размен размен взятие на f5 и тот самый выигранный першечный о котором мы говорили но здесь черные сдались то есть b5 они еще сыграли c3 чтобы на а5 сыграть а3 черный ничего не успевает пешка f сильный козырь который проходит гораздо раньше чем черные что-либо успеют сделать ну вот довольно много я вам партии показал я думаю что они заслуживают того хотя может показаться что такая маневренная борьба но идеи дебютные дебютные столкновения было в почти во всех в них даже в партии карсона когда он ничего не получил но пытался озадачить своего соперника джеффри шонга неожиданным выбором но что касается у ваях наших оппонентов наших гроссмейстеров и владислава артемьева и даниила дуба то они действительно продемонстрировали некие ну или откровение откровение или просто очень хорошую дебютную подготовку и подловили все-таки я считаю наших соперников на вот эти самые свои домашние дебютные заготовки и отчасти это сделал и фабиана каруана который играл с китайским фразмейстером юй яньи что после этого случилось на турнире выиграв сегодня и данище лидерство захватил али риза фируджа у которого стала плюс два два с половиной а вот из группы преследователей из группы плюс один увы ах выпали после сегодняшних поражений в целом артемьев и даниил дубов зато в нее пошел ван форест йордан ван форест не делаю ошибки в нее вошел фабиана каруана который выиграл и юаньи и в ней остался джеффри шонг сыгравшим ничью черными с магнусом карсеном а вишанат и аниш гири довольно быстро завершили свою партию ничью и сделав по 3 ничьих или нет виша проиграл одну партию короче говоря им далеко еще до лидирующей группы на этом у нас сегодня все когда мы выйдем в эфир я гарантировать вам в следующий раз не могу хотя завтра будет очередной и очень интересный четвертый тур на супер турнире в конце и может быть мы его расскажем оперативно может быть нет если просто скажем так бытовые всякие прочие дела не позволят этого сделать ну перед тем как проститься я по традиции призываю вас ставить лайки подписываться наш канал тех кто не сделал этого ранее разумеется обыгрывать своих соперников когда вы играете с ними в шахматы а пока до свидания